друзья приветствую вас на своем канале меня зовут настя лосева и сегодня как и обещала у нас 2 декабря пора печь рождественские кексы полный список ингредиентов я размещу в этом видео в конце ролика и вы можете поставить на паузу и записать что вам необходимо будет но сначала я хочу сказать что вам понадобится сделать небольшие приготовления а в частности замочить изюм как я это сделала за несколько дней в любом ароматном алкоголе либо если вы не хотите делать это в алкоголе вы можете взять апельсиновый сок например или вишневый сок и изюм разбухнет и будет таким красивым и симпатичным но прежде всего значит еще хочу сказать что этот кекс или штолен он называется правильно можно хранить длительное время месяц и даже более сегодня я вам расскажу о том за счет чего этот кекс долго хранится но также покажу как его сделать сразу хочу сказать что получается он я вот здесь снимала как раз его разрезала получается он очень нежным и очень вкусным сделать вы его можете я покажу вам три варианта с изюмом просто без изюма вот такой вариант потому что мои дети сын младший который сейчас с нами живет он не любит не изюм ничего прочего в выпечке просто любит обычный кекс поэтому для него я делаю без добавок и еще дело с маком с маком к сожалению я показать не могу потому что уже съели когда вы его испечете обязательно пишите комментариях как вам понравилось чем выпекли с какими начинками за счет чего этот кекс хранится долго задали мне вопрос мои подписчики в телеграм-канале хранится он из за того что в нем используется большое количество ингредиентов которые работают как консерванты во-первых это сливочное масло во вторых это сахар и в третьих это как раз вот те цукаты которые мы замачиваем в алкоголе алкоголь тоже является определенным консервантом а цукаты которые находятся внутри они помогают кексу не набирать в себя влагу то есть если какая-то если кекс начинает отсыревать а вот эти цукаты на себя оттягивают влагу так как они подсушены и не хватает им влаги и таким образом кекс хранится долго единственное что его нужно хранить в прохладном месте для того чтобы масло которое внутри она не прогоркла так завернуть в бумагу я все об этом сейчас вам расскажу в этом рецепте я использую обычный творог смешиваю все ингредиенты при помощи обычного ручного миксера но вы можете использовать и планетарный взбивать ничего не нужно разрыхлитель я отдельно кладу в муку и потом уже буду частями вводить вот в это тесто с жидкими ингредиентами почему я так делаю а у меня здесь килограмм муки но у нас с вами будет будут разные ингредиенты во первых немножко разное по весу яйцо во вторых разные по влажности творог поэтому у вас может уйти чуть меньше или чуть больше муки но приготовьте сразу килограмм ориентируйтесь на консистенцию теста которую я сейчас покажу тесто должно оставаться нежным но при этом не липким муки не должно быть мало потому что здесь большое содержание масла и если у вас будет мало муки то начнет вытапливаться жир и не получится вот такой нежной мягкой структуры кекса поэтому не должно быть много но и мало муки тоже не должно быть пожалуйста ориентируйтесь вот на эту консистенцию теста сейчас я буду вымешивать его руками и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также вы можете добавить любые цукаты, которые у вас есть Это сушеная вишня, например, вяленая, если вы сами ее делаете Либо другие цукаты Яблоки тоже их можно замочить либо в алкоголе, либо в каком-то соке И, пожалуйста, используйте все, что у вас есть Также можно класть орешки Здесь по вкусу и уже я могу довериться вашей фантазии То есть вы уже сами, я надеюсь, можете придумать, из чего вам нравится, сделать какую начинку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, мои штолины наконец-то готовы На противень у меня уместилось 3 штуки Выпекать их буду в разогретой до 180 градусов духовке Примерно 40-45 минут Здесь уже смотрите по тому, как греет ваша духовка и насколько зажаренную корочку вы хотите получить И затем я вытаскиваю их из духовки Сразу помещаю на решетку, чтобы они хорошо остыли Сейчас я буду смазывать их растопленным сливочным маслом Делать это надо очень тщательно, прям по горячей корочке Следите, чтобы во все трещинки, во все складочки попало сливочное масло После этого мы оставляем штолины остывать до полного остывания примерно 2-4 часа Ну, в зависимости от температуры воздуха у вас, от размера самого штолина И затем мы повторяем эту процедуру еще раз тщательно смазывая их растопленным сливочным маслом Затем мы ждем, чтобы они хорошенечко впитали сливочное масло И начинаем посыпать их сахарной пудрой Пока мои штолины отдыхают и остывают Я займусь приготовлением сахарной пудры Ее я делаю всегда сама из сахара, используя вот такую простую кофемолку Сразу делаю сахара побольше, потому что на следующей неделе я планирую записать для вас видео с изготовлением очень вкусного десерта Не знаю, догадаетесь ли какой Обязательно размещу вам такие кадры, когда буду готовить А там догадаетесь или нет Но знаю, что многие хотят его делать в домашних условиях и думают, что это очень сложно Вот такую вот даю вам затравочку на следующую неделю Чтобы вы думали, мечтали, что будем готовить Ну ладно, сделаю вот такую баночку Пригодится в магазине все равно намного дороже Для посыпки сахарной пудры выкладываю штолин сразу на пигаментную бумагу В которую буду его заворачивать, для того, чтобы не тратить лишнюю сахарную пудру Так пудра попадет и на дно штолина и хорошенечко его нам законсервирует Как тепло, если бетree? Вам нужно указывать среди и хорошенечко все равно Приятного аппетита Пока, по типу производ月ам, заставил туда, 어차피 надб 때도 Добавляем от лимона coffee Добавляем, только чтобы бете В半niejом Теме Diana Ребенки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...